Сегодняшняя тема, как вы смогли, наверное, уже догадаться, это философия культуры, но, естественно, мы говорим о взгляде на эту проблему сквозь призму постсоветской школы критического марксизма. Весь этот курс построен именно в этом ключе, и в этом ключе мы, собственно, ведем работу на протяжении всего семестра. Я постараюсь остановиться на трех вопросах, в разной степени интенсивно, это характеристика феномена культуры, дискуссии по этому поводу в марксистской среде, уходить в немарксистское пространство я не буду, для этого нужен специальный курс, это будет первый вопрос. Второй ключевым для понимания культуры станет творчество, творческий труд, творческий человек, результаты творчества. Мы обсудим эту тему, взгляд на эту проблему в пространстве марксистской философии. И третий вопрос, уже более близкий именно к социальной философии марксизма, это бытие культуры в современном мире, мире отчуждения, с одной стороны, социального творчества, разотчуждения, категория булавки, с другой стороны. Давайте обо всем по порядку. В лекции, посвященной проблеме материального и идеального, я подчеркнул, что культура – это не просто набор книжек, музыки или картин. Очень часто культуру отождествляют с тем, чем заведует Министерство культуры, с определенной отраслью. Это, конечно же, не так. Часто культуру отождествляют исключительно с тем, что не является природной средой, в том числе в марксистской литературе. Но это тоже не так. А что же такое культура? Я еще раз напомню, в лекции по проблеме материального и идеального я сказал о том, что идеальное – это представление общественной деятельности человека и ее результатов в некотором предметном мире. И этим предметом может быть феномен искусства, науки. Это может быть сам человек в его личностных качествах, хотя это специфическая предметность. Ну и в конечном итоге этим становится новая деятельность, которая распредмечивает феномен культуры. То есть из предмета вынимает его божественную душу, ну вынимает в кавычках, естественно. И далее реализует этот импульс, заложенный в книге, которая дарит нам чувство катарсиса, художественного наслаждения. В теории, которая может быть воплощена в чем угодно, даже в металле, скажем. Вы пришли и восхитились идеальной конструкцией трактора, который по идее очень не похож на то, что можно называть феноменом культуры. Тем не менее, если вы видите в нем определенный материализованный продукт творческой мысли конструктора, ученого, может быть рабочего рационализатора, комбайнера, тракториста, извините. Раз уж мы говорим про трактор, который подсказал, как лучше что-то сделать в этом агрегате. Вот в этом случае трактор – это феномен культуры. И вот этот взгляд на культуру принципиально важен. Он отличает материалистический, диалектический подход. Соответственно, мы можем вести, точнее напомнить то, что прозвучало больше месяца назад, опять же в лекции по материальному и идеальному, понятие «опредмечивание» и «распредмечивание». Первое предмечивание – это воплощение результата творческого труда, это создание предметного бытия творчества. Это книга, это некий текст в компьютерных сетях, это картина, это что угодно, вплоть до трактора. Мы об этом уже говорили. «Распредмечивание» – категория, которую я, по сути дела, тоже уже вам представил. В данном случае распредмечивание, в данном случае это в пространстве марксизма, современного критического марксизма, в данном случае распредмечивание – это диалог с феноменом культуры. Это использование феномена культуры не как материального объекта, не как предмета потребления, а как субъекта, с которым вы вступаете в сотворчество. У Михаила Бахтина, одного из выдающихся ученых Советского Союза, есть понятие диалога. И этот диалог возможен самым неожиданным образом. В книге о поэтике Достоевского он говорит о диалоге автора с героями. Герои – это не некие вымышленные объекты, а это субъекты, которые живут в чем-то своей жизнью. И автор не просто выдумывает и манипулирует ими, как он захочет. Автор вступает с ними в диалог. В книгах Достоевского, Бахтин берет именно этот пример, в книгах Достоевского герои живут самостоятельной жизнью, и Федор Михайлович вынужден считаться с этой жизнью Раскольникова, с жизнью Сонечки, с жизнью Настасьи Филипповны и так далее, и так далее. И этот диалог с героем в чем-то сродни тому диалогу, который ученый ведет с феноменом культуры. Конструктор, увидевший трактор, видит в нем потенциал превращения во что-то новое, по крайней мере, в новую модель трактора. Дизайнер видит в нем произведение искусства. Ведь промышленный дизайн – это грань технологии, науки и искусства. Кто-то может увидеть в нем феномен искусства, даже если это старая уставшая машина. Увидеть в этом феномен из культуры и распредметить его очень непросто. Вот мне приходит на память картина, Людмила Алексеевна бы назвала художника и само произведение. Я просто передам вам образ. Мужчина немолодой, сильный, уставший, в пыли. Рядом мотоцикл запыленный. Видимо, бригадир, объезжавший аграрные какие-то пространства. Вот видите, в ученых выражаясь. Поле, на котором, может быть, он же сидел за штурвалом трактора. За рычагами этой машины. Рядом с ним женщина, тоже не самая вроде бы красавица, не в шикарной одежде. Они рядом, и они любят друг друга. Вот здесь даже пыль становится тем предметом, который распредмечивает художник, показывая радость бытия человека труда, его любовь, вопреки гламурным или, может быть, даже формально-эстетическим критериям. Вот это распредмечивание. Распредмечивание, когда вы вступаете в диалог со своим собственным героем, если вы писатель или создатель кино. Распредмечивание – это когда вы слышите музыку Безе и создаете новое произведение. Я говорю, как легко догадаться о Сюите. Безе Щедрин, Кармен. А дальше еще одно распредмечивание уже музыки как предмета. Майя Плесецкая, балет – величайшее произведение искусства. И каждый раз это феномен распредмечивания. Кто-то распредмечивает танец Плесецкой и пишет по памяти, или, может быть, на основе зарисовок, сделанных в Антракте. Что-то красивое. Рассказ, эссе, стихотворение, поэму, картину. Будущий кадр художественного фильма. В любом случае, мы работаем с феноменом распредмечивания. Он принципиально важен, потому что культура – это продукт распредмечивания. Но продукт в очень переносном смысле слова, потому что она сама живет. Всякий раз к культуре вы можете и должны относиться к субъекту, а не к объекту. Как только вы превратили что-то в объект, вы его не сможете распредметить. Он теряет свою собственную жизнь. Он теряет свое собственное культурное бытие. Он превращается в набор краски на страницах бумаги. Он превращается в некие потоки материальных частиц в нашем пространстве, если мы говорим об интернет-материалах. Он может превратиться в флешку, во что угодно. Этот предмет потребления будет для вас ничем. Он станет феноменом культуры тогда, когда вы его сумеете распредметить, а не просто потребить. Тогда выяснится, что на флешке не просто информация, а импульс для вашей собственной творческой деятельности. В этом случае природа для вас становится феноменом культуры только в том контексте, что вы относитесь к ней не как к материальному объекту, а как к тому, что вы распредмечиваете. Вы видите ее красоту, вы видите ее гармонию или дисгармонию, если разрушается природная среда. Вы видите природу как информацию о биологических или биогеоценозных процессах. Вы видите целостность, прогресс и регресс биогеоценозов и так далее. Вы их подвергаете анализу, вы синтезируете новые знания, или вы создаете новые феномены искусства, или вы очищаете свою душу, сердце, мозг и все остальное. Если я частично говорю образами, то это не случайно. Мы говорим о культуре. И она вся на стыке категорий, образов и творчества как бесконечного процесса. Тем самым мы вплотную подошли к феномену творчества и к проблеме творчества. Кстати, я еще раз оговорюсь, я специально консультировался с филологами. Слово феномен или феномен, с точки зрения одних, требует ударение в первом случае, с точки зрения других во втором. Поэтому, если кому-то покажется, что я безграмотен, то я не виноват. Я имею в виду ударение в слове феномен, феномен. Ну, хорошо, это не самое главное. Пожалуй, более важно то, что я хотел бы обратить ваше внимание на проблему именно творчества, человека творческого и культуры как продукта творчества. Основой для определения этого пространства и этой сложнейшей категории, на мой взгляд, может и должна быть творческая деятельность. Чем она отличается от репродуктивной? Прежде всего, заметим, что это диалектическая пара. Творчество и репродуктивный труд всегда едины и всегда противоположны. Любой творческий человек занят одновременно репродуктивной деятельностью, которая часто требует усилий, времени, едва ли не больших, чем сам процесс творчества. Балерина стоит у станка и тренируется, пожалуй, что ежедневно, по многу часов. Любой ученый проводит массу времени чисто формальной деятельности. Тот из великих физиков сказал, что мои открытия – это на 90% рутина и тяжелый труд, и лишь на 10% поиск, и на 1% или десятые доли процента озарения. Но в чем отличие творческого труда от репродуктивного? Репродуктивный труд осуществляется как нечто, либо воспроизводящее уже готовый заранее данный алгоритм, скажем, традиции от деда к отцу, к сыну, к внуку и так далее, задается традиция осуществления традиционных, повторяю нарочито, аграрных операций. Цель, средства, ресурсы заданы, поиск и творчество минимальны. Так ремесленник воспроизводит заданный канон, если он отходит от этого канона, цех, выставляет ему не знаю что, то ли штраф, то ли что-то более страшное, как то изгнание из города. Это репродуктивный труд. Репродуктивным может быть труд, чью цель, средства, средства производства, сырье, материалы и так далее, оборудование, технологию, время, пространство, задает некто третий. Это может быть хозяин, который нанимает рабочего, это может быть бюрократ, который приказывает подчиненному, это может быть надсмотрщик с бичом, который погоняет раба и так далее, и тому подобное. Это может быть даже система объективных детерминант, действующих в азиатской деспотии, в системе поголовного рабства. Я вам немножко про это рассказал в предыдущих лекциях. Труд репродуктивен. Творческий труд – это процесс, в котором все существующие внутреннего репродуктивные функции подчинены главному, новому творческому результату. Это труд, который осуществляется путем самостоятельного формирования целей, средств, ресурсов, технологий и так далее. И это первое определение. Пока еще даже не определение, приближение к определению, но первая черта – творчество всегда сопряжено с массой рутинного репродуктивного труда, но творческий труд отличается от репродуктивного тем, что его специфика задается творческой компонентой, креативной компонентой. Теперь о том, что такое это креативная компонент. Давайте искать ее характеристики, которые, надеюсь, сложатся в систему. Судить, получим мы этот результат или нет, вам. Я постараюсь это сделать на ваших глазах. Итак, первое, с чего мы начнем, и что фиксируется в широком круге источников. Скорее всего, можно найти ростки этого определения в античной философии, в текстах эпохи Просвещения у Леонардо да Винчи, Дюрера, может быть, кого-то еще из мыслителей той эпохи, Каузанского. Эпоха Просвещения многое к этому добавила, классическая немецкая философия, цитара и цитара. Но я это определение впервые прочел в работах советских марксистов, шестидесятников, представителей критического советского марксизма. Мы, собственно, постсоветская школа их наследуем. Это работы, где я впервые с этим столкнулся, Налья Степановича Злобина. Я горжусь тем, что мы вместе с ним были товарищами по журналу «Альтернатива». Это работы Вадима Михайловича Межуева, постоянного участника нашего научного семинара, пока он не ушел из жизни относительно недавно. Это работы давно ушедшего от нас Генриха Степановича Батищева, работы профессора Библера, безусловно, Эвальда Васильевича Ильенкова и многих других. Вот в этих работах было в разных формах сказано следующее. Творческий труд – это труд, который является потребностью. В отличие от того, что говорит неоклассическая экономическая теория, основное течение экономической теории XX-XXI веков, труд как творчество есть потребность. В неоклассике труд есть обременение. В неоклассике труд надо минимизировать, сокращать. Это потеря, это издержка. Ну, потеря неточной издержки. А с точки зрения марксизма, не всякий труд, не репродуктивный, а творческий труд есть потребность. Отсюда следствия, которые зафиксировали очень многие представители западной социологии. Да, извините, я забыл упомянуть Ирину Чангли, ее фундаментальную работу «Труд», такой кирпич размером с первый том «Капитала Маркса», где она тоже пишет об этих чертах творческой деятельности. Итак, труд как потребность, и отсюда, в качестве следствия, самомотивация. Труд, который сам себя мотивирует. Вот это простейшее исходное определение творческой деятельности. Безусловно, не всякий труд, который себя мотивирует, есть творческий, но творческий труд себя мотивирует сам. Вы скажете, а как зарплата у ученого? Я позже немного поясню этот тезис, когда буду говорить о творчестве в мире отчуждения. Вторая черта этого процесса прямо связана с первым. Для человека творческого и для его деятельности, креативной деятельности, нет границы между свободным и рабочим временем. Я многократно говорил об этом в разных лекциях, постоянно повторял, что поэт, ученый, педагог все время работает. Педагог – это человек, который вступает в диалог со своими учениками, иногда даже поздно вечером, собравшись отдохнуть. Он не может отключиться и думать, то он сказал или не то Петю Иванову или Верочке Смирновой. Не обидел ли он ее, правильно ли он понял ее порыв, справедливо ли он ей поставил тройку или ему поставил четверку, хотя он вроде бы как вполне мог бы быть отличником, ну и так далее. Будет даже не в оценках дела, дело в человеческих отношениях. Все ли он сделал, чтобы ребятам было интересно на уроке. Вот что это? Это сотворчество. Сотворчество с самим собой во время школьных занятий. Сотворчество с всеми, с кем ты вступал и завтра вступишь в отношения как педагог. Я еще скажу образование несколько слов позже. Просто я привел вам пример. Всегда работаешь. И одновременно творчество есть то, что для тебя есть высшая форма развития, и в этом смысле это свободное время. Не помню вашему потоку или нет, по-моему не вашему. Я рассказывал известный такой анекдот, притчу про двух жителей небольшого городка европейского, ну или американского, североамериканского. Один ученый, другой рабочий, квалифицированный. Утро, ученый в гамаке смотрит на облака, рабочий идет на фабрику, здоровается, говорит, ну что, Джон, отдыхаешь? Ученый несколько раздраженно. Работаю. Рабочий улыбается, возвращается с работы вечером, уставший. Ученый потный, мокрый, копает грядку. Ну, рабочий. Ну вот, работаешь, ученый? Нет, отдыхаю. Это притча о стирании границы между свободным и рабочим временем. Но одновременно появляется новая граница, граница между репродуктивной и творческой деятельностью. Любой из вас, если занимался научной работой, если занимался преподаванием, хотя бы немножко в качестве репетитора, наверное, знает, что есть время, пространство, я бы сказал, просто бытие в сотворчестве, в диалоге с учеником, с своими собственными мыслями. Есть пространство, когда ты выполняешь скучную, рутинную работу, заполняя четные формы или занимаясь чем-то подобным. Это была вторая черта творческой деятельности. Отсутствие границы или размывание, диффузность границы рабочего и свободного времени. Третья черта этой деятельности состоит в том, что человек в процессе сотворчества создает культурные феномены, будучи при этом сам феноменом культуры, но об этом чуть позже, создает культурные феномены, и эти результаты его творческой деятельности являются безграничными, непотребляемыми, неконкурентными. Тем, что та же неоклассика называет общественным благом. Я не раз и не два рассказывал о том, что в роман Толстого или теорему Пифагора можно до бесконечности тиражировать, можно дарить, и при этом ее вы не потеряете. Вот феномен культуры – это то, что можно дарить, не теряя. Это то, что может быть собственностью каждого, и при этом каждый, кто обладает феноменом культуры, не отнимает ни грана этого феномена у другого. Более того, скорее увеличивает его. Но это уже другая материя. Вот этот результат, который непотребим, не уничтожим, рукописи не горят, я это повторяю регулярно, результат, который может быть подарен без потери, – это еще одна отличительная черта творчества, прямо вытекающая из того, что мы создаем феномены культуры, а не материальные продукты. Хотя они, безусловно, всегда имеют материальную форму, точнее материальное бытие, так сказать, бытие трактора, бытие бумаги, бытие еще чего-нибудь. Четвертая черта, я ее фактически уже сформулировал. Результатом творческой деятельности является не просто феномен культуры, этим результатом является человек как феномен культуры, прогресс личности, саморазвитие человека. Отсюда самореализация в качестве важнейшей черты творческой деятельности. Как таковая творческая деятельность становится, естественно, процессом диалога творца с бесконечно широким кругом других участников творческого процесса. Любой человек вступает в сотворчество с всеми, кто формировал язык, с всеми, кто формировал его образ мышления, всеми его педагогами, с теми, кто оказал влияние на его личность, с теми, кто его распредмечивает, вступая с ним в диалог, с теми, кто будет читать его написанную им книгу или статью, или слушать созданную музыку, или создавать новую конструкцию, нового трактора, который он спроектировал перед этим, и так далее, и тому подобное. Творчество есть бесконечное во времени и в пространстве, процесс со-творчества. При этом это со-творчество есть диалог субъектов, есть субъект субъектной отношения. Теория диалога, субъект субъектной отношения это интереснейшая разработка Михаила Бахтина, профессора Библера, профессора Батищева. Читайте соответствующие книги, Библер, мышленник как творчество, Бахтин, диалектика творчества, Биббатищев, диалектика творчества, Бахтин, книга у поэтики Достоевского, но в несколько меньшей степени книга о рабле и остальные его работы. Соответствующая библиография есть в программе нашего факультатива, вы ее легко найдете. Ну и обращайтесь с вопросами к Людмиле Алексеевне Булавке, Бузгалиной. Я напомню, что в данной лекции я воспроизвожу ключевые идеи ее работ, ее исследований. Вот так определенный феномен творчества становится тем самым внутренне противоречивым. Почему? Потому что всякое творчество является одновременно абсолютно индивидуальным и абсолютно всеобщим. Вот эту всеобщность я только что охарактеризовал. Эта всеобщность состоит в том, что мы вступаем в диалог, в субъектный диалог со всеми окружающими нас феноменами, людьми, в их деятельности, а не просто физическом обличии, с произведениями искусства, с произведениями науки, с предметно воплощенной технологией, с природой, как культурным феноменом. Мы вступаем с ними в диалог, распредмечиваем их. И этот процесс распредмечивания бесконечен. Мы вступаем в диалог с нашими учителями, они и есть продукт наших учителей и так далее. Мы все продукты Шекспира, мы продукты Толстого, мы продукты Эйнштейна, мы продукты человечества. Это не открытие Бузгалина, это достаточно хорошо известный феномен, который, к сожалению, не всегда подчеркивают даже профессионалы, исследующие проблему творчества. И так, творчество всегда всеобщее. Если вы спросите, чем обязан Эйнштейн, кому обязан, чему обязан этот великий ученый в своих открытиях, он один все это создал. Теория Эйнштейна создала человечество. В том числе, те музыканты, точнее, те композиторы, которые написали эту музыку, которую он исполнял. Если я ничего не путаю, он любил играть на скрипке. И в то же время, одновременно, теорию относительности создал Альберт Эйнштейн и никто другой, и только он. Вы скажете, а где же правда? Только он это сугубо индивидуально или все человечество? Я вам отвечу. Правда в дилектическом, противоречивом единстве того и другого. Марксизм работает в режиме дилектического метода, в пространстве дилектического метода. И единство и борьба противоположностей это то, что постоянно присутствует в марксизме, если это, конечно, не некие его вариации, флюктуации или мутации. Извините, я даже не знаю, какое из этих слов подобрать, чтобы выразить то, что делают с марксизмом те, кто не диалектики. Но это оставим в стороне. Итак, творчество это живое противоречие. Творчество всегда абсолютно индивидуальное и всегда всеобщее. Отсюда масса противоречий творчества, которые, кстати, одновременно есть противоречия будущего коммунизма, который, я об этом скажу чуть позже, есть время и пространство культуры, время и пространство сотворчества, социального и как такового. Но это другая немножко тема, это третий вопрос, который позже. Видите, тут просто любое понятие, оно сопряжено с веером следствий и любое пояснение уводит нас в сторону. Поэтому мне приходится либо быть очень скучно строгим и почти непонятным, либо все время убегать куда-то в сторону. Давайте вернемся к вот этому противоречию. Абсолютно индивидуальное, абсолютно всеобщее. Отсюда такие следствия, противоречие хомо-креатора в его взаимодействии с сотворцами, с другими участниками творческого процесса. Одно из самых известных, его легче всего иллюстрировать на примере художественной культуры, это противоречие солистов и кардебалетам. Я специально беру вот такой феномен, где, казалось бы, творчество наиболее очевидно. Балетный спектакль. В Лебедином озере все это ощущение чуда, сказки, катарсис, который рождается этим балетом, это единство музыки, оркестра, ни одного исполнителя, оркестра, кардебалета, солистов, но кто-то из них получает корзины цветов и шквал аплодисментов. Мне доводилось бывать на спектаклях, нет, вру, это был щелкунчик, когда главные партии танцевали Максимова и Васильев, это был праздник, который запоминается на всю жизнь. А кто-то остается кардебалетом, который один раз скромно поклонится в тени и чьи лица никому неизвестны. Но без кардебалета Максимов и Васильев потеряли бы, если не все, то почти все. А еще нужен оркестр и живая музыка, потому что это тоже другой процесс совершенно. А еще все остальные, кто создал спектакль и шлейф репродуктивного труда. Но репродуктивный труд мы пока оставляем в стороне, это пояснилось в самом начале, а вот давайте сейчас все-таки к этому противоречию солистов и кардебалетов. Это ключевое противоречие мира культуры. Ну, или одно из важнейших противоречий. У меня нет готовой системы противоречий феномена культуры. Еще один интереснейший компонент творческой деятельности или культуры как творческой деятельности и ее результатов это тот тип отношений, который складывается в процессе сотворчества. Сотворчество есть одновременно соревнования, но оно качественно отлично от рыночной конкуренции. И вот в этом пункте я делаю шаг к пониманию следующего вопроса, вопрос о социальном творчестве, отчуждении и культуре в пространстве отчуждения. Но прежде чем его сделать, я подчеркну, соревнования творцов очень специфичны. Это соревнования тех, кто больше подарят другому. В отличие от рыночной конкуренции, где соревнуются путем присвоения за счет других. Ну, даже если рынок это игра не с нулевой суммой, ну, предположим, что есть средний темп роста в 3%. Нормальная экономика, неплохо развивающаяся. В России все мечтают, чтобы экономика росла темпами 3%, никак не намечтаются, все, стагнация уже сколько лет, больше десятилетия. Ну, так вот, предположим, что рыночная экономика растет темпом 3%. Значит, для того, чтобы кто-то из миллиона сделал миллиард, то есть тысячу раз больше, огромное число людей должно потерять. кто-то все, и таких все потерявших будет масса, кто-то часть, кто-то почти ничего. Ну, 3% пусть получат те, кто-то увеличил за счет роста. Вот это рыночная конкуренция. Разорить соседа важнейшая задача любого производителя. Победить конкурента в конкурентной борьбе. Что это такое? Разорить его. Ну, в каких-то случаях можно действовать солидарно, но тогда это уже будет не рынок. Ну, или какой-то анклав солидарности внутри рынка, то есть что-то чуждое внутри рынка. Такое бывает. Можно создать монополию, олигополию, но это опять уже не рынок, это уже нарушение рыночной конкуренции. Чистый рынок это конкуренция. Конкуренция, когда каждый за счет другого. А вот ситуация с сотворчеством другая. Тут конкурируют кто? Сревнуется. Я оговорился. Сревнуется. Вот на английском я это объяснить могу с гораздо большим трудом. Во-первых, они привыкли рыночные конкуренции до посинения все эти представители западного общества. Мы хоть чуть-чуть, но пожили в Советском Союзе или что-то слышали или советские фильмы хотя бы смотрели. А у них там другое пространство. Да и слово одно competition и competition. Ведь у нас есть конкуренция с такой несколько негативной коннотацией, такой шкурнической коннотацией. Есть соревнования с какой-то такой творческой, поисковой, немножко романтической коннотацией. Вот в спорте соревнуются, на рынке конкурируют, в искусстве соревнуются, в науке соревнуются. Так в чем же дело? Дело в том, что соревнования есть дарение, в отличие от конкуренции. Что делает группа ученых на научном симпозиуме, которые обсуждают какую-то проблему? Каждый из них старается доказать, что он прав. Что он делает, доказывая, что он прав? Он приносит все больше и больше аргументов. он дарит результаты своего труда. Забудем про интеллектуальную частную собственность, рынка нет. Он старается как можно больше вложить в мозги своих конкурентов. Что делают участники соревнования в творчестве, в искусстве? Они дарят свой талант. И кто подарил больше всего таланта, кто подарил больше всего наслаждения, кто подарил больше всего знаний, кто подарил больше всего возможностей развития, тот и победил. Это жестокое соревнование. Если вы проигрываете в научном споре, это поражение очень горькое и очень тяжелое. Если забыть про рынок, если представить себе просто пространство советского университета, вы от этого ничего не потеряете. Вы были, останетесь доцентом зарплаты в 320 рублей или профессором зарплатой в 500 рублей, вы будете получать свои денежки научным сотрудником. Не важно. Зарплата будет та же самая. Но вы потеряете очень многое. В чем? В самореализации. Помните, результат творческой деятельности развития личности. Вы потеряете в том, что вы не создадите продукт, продукт в кавычках, результат, феномен культуры. Вы потеряете в том, что вы не получите такой мощный резонанс. У вас индивидуальный труд не станет столь всеобщим. Вот такое неожиданное соревнование дарящих людей. На самом деле, то же самое происходит даже на студенческом семинаре, когда он открыт и идет интересная дискуссия. Это воспринимается с огромным трудом, но это очень интересные вещи. Они как раз и показывают, что такое творчество. Вот та деятельность, с которой вы всегда есть диалог и со-творчество. Та деятельность, в которой вы создаете феномены культуры, а не просто материальные объекты. Материальные объекты это то, в чем живет, но к чему не сводится феномен культуры. Это бумага для книги или не знаю еще что-то, я не знаю, глина для скульптора, это не суть. Творчество есть самомотивация и потребность, труд есть потребность, в нем нет границы свободного и рабочего времени. И вот все это и есть культура. Культура как творческая деятельность, культура как результаты творческой деятельности, эти результаты и человек в его развитии, помните, мы говорили, один из дальнейших результатов творчества это развитие личности человека. И собственно феномены культуры, будь то новая конструкция трактора, воплощенная в металле, или явно даем, уже с тракторами привязался образ, или новая теория, или новая музыка, или еще что-нибудь. Поехали дальше. Но при этом наверное надо бы сделать маленькую паузу и прежде чем перейти к третьему вопросу о культуре в пространстве отчуждения и соотношении культуры и социального творчества, наверное, надо сделать маленькую оговорку. Обычную творческую деятельность понимают как удел избранных. профессор с лысиной музыкант со скрипочкой выступающей в консерватории что-то в таком духе. Между тем творчество это то, что характеризует деятельность или так потенциально может быть главным в деятельности очень широкого круга людей. творческим может и должен быть труд всех работников сферы здравоохранения. Подчеркиваю, всех, начиная с младшего обслуживающего персонала. Главная задача, которая не просто поменять памперсы у больного, а дать ему импульс человеческого бытия, поддержать его, почувствовать его боль, сказать ему нужное слово, увидеть, как ему лучше и как ему хуже. я не знаю, пошевелиться и так далее и тому подобное. Да, сегодня санитарки в больницах на это практически не способны, хотя я ни раз и ни два об этом говорил, многие из них вопреки безумной нагрузке нищенской зарплате это делают и безотносительно к тому, заплативая копеечку или нет после этого или ему. Я уже не говорю о творчестве хирурга, который творит жизнь или не творит рождая болезнь а то и смерть. Все здравоохранение, включая сюда профилактику, включая сюда спорт, я бы сказал лучше советским словом физкультура, физическая культура, очень хорошее понятие, физическая культура, а не просто определенная сфера бизнеса, потому что спорт сегодня это скорее сфера бизнеса, но об этом чуть позже. Итак, все здравоохранение, все формирование здорового человека, раз, безусловно, искусство, причем искусство, в котором участвует каждый, потому что каждый может быть тем, кто не потребляет искусство, дергаясь под ритмичную музыку и не понимая слов во многих случаях и так далее. Хотя и рок может быть глубоким и даже социально, может быть, социальным вызовом, идеологическим вызовом и так далее. Все искусство, если оно распредмечивает, если оно рождает со-творчество, то вот вам определить, что такое искусство в отличие от шоу-бизнеса. Это, безусловно, наука и все, что связано с научной деятельностью, инженерной деятельностью, рождающей новые технологии и многое другое, фундаментальные результаты. Это, безусловно, управление, которое одновременно искусство и наука и многое другое. Хотя бюрократия, скажем, это имя не управленца, это имя того управленца, который оторван от управляемой системы, ориентирован на свои интересы и внешней форме алгоритму подчиняет всю свою деятельность. То есть бюрократ это не творческий управленец, управленец как не творец. Вот это одно из определений бюрократии. Не социальных, не по социальной форме, а по содержанию деятельности. Если управленец действует как субъект репродуктивной деятельности, он становится бюрократом. Ну, или, точнее, предпосылка для того, чтобы он стал бюрократом. Он не обязательно им будет, но он уже готов к этому. Первый шаг сделан. Материальная основа есть. Кстати, вот только что сгенерировал вот эту черту бюрократии. Рассказываю вам, сам что-то понял, лучше. Так бывает с профессорами. И не только с профессорами. это образование, причем образование в единстве искусства, ой, извините, я уже чуть-чуть заговорюсь, в единстве обучения, то, чем занимаются сейчас пара экселленс, плюс воспитание, то, чем сейчас почти не занимаются, и просвещение, то, что, к сожалению, можно найти скорее на некоторых ютуб-каналах, в некоторых общественных системах, а не в официальной образовательной среде. Вот это образование, как сотворчество, диалог учителя и ученика, учителя и учитель, ученика и ученика, учителя и ученика и всего мира культуры, общества, вот эти сотворческие процессы в пространстве обучения, воспитания, просвещения, для всех и через всю жизнь огромнейшая сфера занятости для людей. И если вам после этого скажут, переходя к социальным проблемам культуры, что будущее общество это общество роботов, в котором человеку будет нечего делать, я вам отвечу, именно там и будет, что делать человеку. Там человек сможет заниматься тем, собственно, что является его родовой сущностью. Годовая сущность человека, это процесс творчества. знаменитое выражение Маркса, самый плохой архитектор отличается от самой хорошей пчелы тем, что у него есть цель, которую он реализует, и сначала он вырабатывает цель. По сути дела, это и есть определение творчества, которое только что сформулировало, только самое первое приближение к его определению. Человек рождается как творец, и дальше социум отчуждает от него это свойство, и наделяет способностью к творчеству, оставляет возможность реализовать способность к творчеству только у крайне ограниченной части членов общества, которые в значительной степени превращаются в эксплуататоров, либо в тех, кто обслуживает интересы эксплуататоров. Вот так мы незаметно перешли к социальным проблемам творчества и культуры. И эти социальные проблемы связаны с тем, что реально человек творческий, хомокреатор, и все пространство культуры в современных условиях погружены в мир отчуждения. Категорию отчуждения я вам уже представил, мы о ней много говорили, я не буду повторяться. Если интересны эти материалы и библиография на эту тему, есть в первом томе нашей скалганом книги «Глобальный капитал», есть в статьях Людмилы Алексеевны Булавки в Вестнике МГУ, где она пишет об отчуждении, разотчуждении и вопросах философии. Итак, в мире отчуждения культура оказывается подчинена таким феноменам, как рынок, бюрократия, идеология и так далее и тому подобное. Наверное, легче всего это иллюстрировать на примере искусства, где художник начинает работать не на реализацию своего творческого «я», осуществляя труд как потребность, самостоятельно формируя цели, результаты, а работает даже не на заказ, а на рыночную конъюнктуру. работать, подчиняясь внешней цели. Он может в этих рамках все равно продолжать творить. Социальные отчужденные отношения, отчуждение никогда полностью не разрушает творчество. Человеку можно посадить в тюрьму, заставить зарабатывать деньги при помощи творчества, но это все равно будет так или иначе реализовываться у кого-то на полпроцента, у кого-то на 90%. Поэтому отчуждение никогда полностью не снимает вот этот культурный творческий пласт, но оно его подавляет и оно вступает с ним в антагонистическое противоречие. Я приведу только один пример, на котором я покажу это противоречие. Этот пример это соотношение в каждом из нас человека творческого и человека рыночного homo economicus и homo creator и homo economicus. Как человек творческий каждый из нас хочет работы как потребности интересной, позволяющей обеспечить самореализацию, вступить в сотворчество со своими коллегами. работать в пространстве и времени, где нет границы между свободным и необходимым трудом и так далее и тому подобное. Как homo economicus мы хотим другого. Мы хотим работать там, где будет больше денег, труд для нас будет обременением и мы его будем минимизировать. В конечном итоге, если мы будем работать на фирму, то правило будет простым. Как можно меньше, как можно менее интенсивно, не напрягаясь работать и как можно больше получать. Реальный человек, способный к творческой деятельности, обладающий креативным потенциалом сегодня, находится постоянно в этой дилемме. он даже если он вынужден работать прежде всего за деньги, ему все равно хочется, чтобы работа была содержательной. Он даже в отчужденный труд пытается внести какие-то толики самостоятельных целей, самостоятельных решений, поиска, инноваций и так далее. Более того, умный капитал, умный рынок эту интенцию, эту потребность в труде эксплуатирует, равно как и отсутствие границы между свободным и рабочим временем, когда творческий человек, работая на фирму, работает и дома, и на работе, везде ходит и придумывает, какой бы цвет использовать для рекламного ролика. Я не помню, по-моему, не в рамках нашего курса, я уже говорил, что тот, кто придумал покрасить все в рыжий-черную полосочку а-ля пчел, просто за эту идею, кто у него могла родиться где угодно, я не знаю, в кино, дома, на пасеке, когда с ребенком игрался во что-нибудь, когда его пчела где-нибудь укусила на пикнике, он подарил Билайн или какой-то компанией, какая-нибудь покрасивная в полосочке, доходов больше, чем иные разработчики программного обеспечения, скорее всего, даже точно больше, чем разработчик программного обеспечения. Но насколько это действительно сотворчество и феномен культуры, я не уверен. Это скорее рыночный продукт, выгодный для компании, но не слишком выгодный и важный для нас. Для нас важно не в том, во что покрашена рекламка, а то, как работает Билайн. Вот у меня лично он работает дом плохо, поэтому я и вредничаю. Может, просто дом неправильный или я неправильный. хорошо. Значит, я на секунду отвлекся. Вот это противоречие Homo economicus и Homo creator, оно показывает, как живет творчество в мире отчуждений. Но дальше из этого вырастает очень много интереснейших проблем. Я все-таки надеюсь, что мы как-нибудь пригласим Людмилу Алексеевну на булавку, прочесть лекцию на тему художники и власти и так далее. Или, может быть, просто я предложу вам послушать одну из лекций Людмилы Алексеевны, которую я читал аспирантом. Я думаю, это будет все-таки не слишком сложно для вас. И дальше уходить в эту материю я не буду. А сегодня, завершая наш цикл, я хотел бы остановиться вот на чем. Извините, не цикл лекций, а сегодняшний цикл размышлений о культуре с позицией марксистской постсоветской школы критического марксизма. Вот, я хотел бы сказать о том, что культура это феномен, который тесно сопряжен с социальным творчеством. Более того, социальное творчество само есть часть культурного пространства. Поэтому не случайно когда-то, уже более ста лет назад, Карл Литпнихт сформулировал предельно лаконичный афоризм коммунизма равно культура. Затем этот афоризм в несколько других выражениях воспроизвел Ленин и многие другие выдающиеся мыслители, общественные деятели начала 20 века, марксисты. Об этом гораздо подробнее с расшифровкой написали Налья Степанович Злобин, читайте журнал Альтернативы, Вадим Михайлович Межуев, тоже читайте журнал Альтернативы. У них статьи примерно так называются коммунизм, как пространство культуры, что-то в таком духе. Я сейчас уже не помню, это было больше 20 лет назад. Суть предельно проста. Как я уже сказал, культура это то, что безгранично, неотчуждаемо, и поэтому в этом пространстве вы вступаете в совершенно другие отношения. Здесь можно все дарить, не теряя. Здесь соревнуются, кто больше подарит. Здесь вступают в сотворчество, а не в отношения отчуждения и так далее и тому подобное. Но для того, чтобы это все стало реальностью, надо, чтобы вместо рынка, вместо капитала и наемного труда, вместо бюрократии, политического манипулирования, идеологического контроля и тоже манипулирования, вместо всех этих отчужденных форм, точнее, на место этих отчужденных форм пришли новые общественные отношения. Эти отношения это социальное творчество, или, как говорит Людмила Алексеевна, разотчуждение, разотчуждение, снятие отчуждения. И возникает это тогда, когда человек включается в процесс творения истории. Вот об этом, о человеке, как творце истории, я уже не помню, я вам уже рассказал или не рассказал. Если уже рассказал, то рассказывать сейчас тем более не буду, а если еще не рассказал, то, значит, обязательно расскажу, и поэтому тоже рассказывать не буду. Видимо, все-таки будет предметом особого разговора. Поэтому пока только замечу, у человека потребность в культуре возникает только тогда, когда он включается в творчество. И творчество не обязательно профессиональное, не обязательно быть художником, ученым, я не знаю, хирургом гениальным, чтобы у тебя была потребность прочитать книгу, чему-то поучиться, услышать музыку и так далее. Хотя это очень важно. Но и тогда, когда ты начинаешь участвовать в управлении, решать социальные проблемы, включаться в гражданские инициативы и так далее. Я это знаю очень хорошо на примере сотен своих коллег, даже, пожалуй, тысяч, потому что это в любой стране мира воспроизводится, в любой, так называемой, цивилизации. Таких людей я встречал тысячами на социальных форумах, и миллионы таких людей участвовали в демонстрациях в разных концах земного шара, от Флоренции до Порто-Аллегро и Индии. Нью-Дели, по-моему, это было. Это люди, которые включаются в деятельность профсоюзов, экологических движений, создают новые кооперативы, борются за бесплатность распространения программного обеспечения и вообще отмену интеллектуальной частной собственности. Масса инициатив, и они все учатся. У всех этих людей есть потребность в знаниях, в искусстве и так далее. Один из интереснейших примеров этого школа самоуправления Фернандеса в Латинской Америке, в Бразилии. Мои ученики, мама с сыном, были на этой школе самоуправления. Там очень молодые и совсем не молодые рабочие, инженеры, профессора, поэты, музыканты встречаются вместе регулярно, там специальная школа построена, и там учатся те, кто осуществляет нотабена захват необрабатываемых зебель и объявленные неэффективными обанкротившиеся предприятия. Это движение так называемых recuperated factories, фабрик предприятий, восстановленных работниками, тогда, когда бизнес отказался использовать их для производства. И это не только Латинская Америка, это и Азия, и перед этим такая конференция была в Милане, и там тоже люди пели, танцевали и учились, всерьез приглашали ученых для обсуждения фундаментальных проблем, участвовали в этом. Может быть, не кухарки, хотя уборщицы тоже были, но рабочие, инженеры, средний управленческий персонал, те, кто остались на предприятии после того, как бизнес это предприятие даже не продал, а просто бросил, объявив нерентабельно. Они сумели наладить там производство, им потребовались знания. Знания по управлению, знания по тому, как строить человеческие отношения, как устраивать самоуправление, контроль, учет и так далее и тому подобное. Эти люди, включенные в отношения солидарности, востребовали снизу искусство. Каждая из этих встреч заканчивалась музыкой, песнями, ну и в Латинской Америке танцами до рассвета. Но это специфика данной страны, наверное, хотя начиналось утром все это с пени интернационалом. Это очень левый латиноамериканский спектр. Но вот такая вот штуковина. И когда после революции 1917 года, в процессе гражданской войны сначала, потом и после ее окончания, главные статьи расходов советской власти были на рабочие клубы, даже не на университет, на пролеткульт, который во многом работал весьма противоречиво, но тем не менее на пролеткульт, на образование художественное в том числе, на спорт и так далее, средства выделялось больше, чем на профессиональные образовательные учреждения. Люди включались в совершенно другую жизнь. Я не помню, кто из великих художников приехал в советский союз, сразу после окончания войны, еще разруха, только восстановление, НЭП, я никогда не видел страны, в которой бы столько было музыки и столько пели песен, все, кто можно и все, кто нельзя, на улице. Социальное творчество рождает потребность к культуре, а культура возвышает человека до социального творчества. Не всех, не всегда, и все это исключительно во взаимодействии, столкновении, не во взаимодействии, столкновении в борьбе силами социального отчуждения, рынком, капиталом, бюрократией, политическим манипулированием, в ряде случаев просто диктатурой, в том числе фашистской и так далее и тому подобное. Если хотите подробнее, читайте книгу Нати Степановича Злобина, причем посвящена она работам Ленина, работы Ленина в свою очередь в огромной степени посвящены вот этой теме, как социальное творчество, начиная с простейших функций учета контроля и заканчивая высокой деятельностью творцов истории, рождает потребность культуры и как культура становится тем, что нужно каждому благодаря социальному творчеству. Социальное творчество становится не волюнтаризмом, не разрушением, а созиданием качественного нового благодаря включению в культуру. Здесь все не так просто, масса противоречий и болезненных моментов, но в целом импульс именно таков. Субтитры создавал DimaTorzok